Добрый день, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в пятницу. Сегодня аналитику проведу я, Александр Наконечный, и с понедельника к нам вернется Артем Деев, который будет рассказывать о самых актуальных событиях на рынке на каждый день. Сегодняшняя торговая сессия знаменательна тем, что продолжается торговый переговор между США и Китаем. Сегодня второй день. Напомню, что первый день закончился в достаточно позитивном ключе. Сторонам удалось договориться, и даже на этом фоне индекс S&P 500 начал показывать хороший рост. Также из основных событий на сегодняшний день можно выделить в 11.00 на запасы по нефте. Достаточно значимое событие. Это ежемесячный отчет. И в американскую сессию выйдут новости по добыче газа. Также те трейдеры, которые торгуют на данном сырье, стоит обратить на это внимание. Из ключевых событий напомнил. Сегодня Лью Хе с Трампом встречаются в 21.45. На предыдущие периоды переговоров, которые они проводили по статистике, все достаточно позитивно заканчивалось. И сегодня ожидания трейдеров, инвесторов, которые следят за этим событием, также достаточно положительные. Все ждут на рынке позитивного развития. Если рассматривать конкретно по торговым инструментам, я бы выделил следующую категорию. Первая – это S&P 500. S&P 500 уже два раза тестировала максимум 3030. И, как видно, сейчас идет попытка протестировать максимум. На этом фоне, я думаю, если Лью Хе с Трампом договорятся, будет позитивный импульс. И можно будет, наконец-то, дождаться пробоя этого уровня 3030. И цена, возможно, пойдет выше. Из других инструментов я бы еще также посмотрел на золото. Ввиду того, что даже сейчас на золоте происходит коррекция, тем не менее, в фонды с золотом инвестируют значительные средства. Сейчас идет огромнейший приток капитала в эти фонды. И на этом фоне я рассматриваю по золоту рост до уровня 1530. Что касается нефти. По нефти в вчерашний день был замятен тем, что нефть марки Brent цена протестировала нижнюю поддержку 57.80. От нее отскочила. И сейчас на рынке нефти мы видим достаточно позитивные сценарии. На мой взгляд, среднесрочный прогноз стоит ожидать 65. Не говорю, что это конкретный разворот уже наверх. Но, тем не менее, движение наверх мы сейчас можем увидеть на фоне таких позитивных новостей переговоров США и Китая. Также здесь хочу уделить внимание фунту. Британский фунт сейчас находится в хорошей стадии роста. Это связано с тем, что приближается всеми известное событие по Брекситу. И уже примерно понятен ее исход. На этом фоне инвесторы, крупные игроки на рынке. Если посмотреть анализ отчетов, можно заметить, что наращивают просто огромными темпами позиции на покупку. И на этом фоне фунт уже показал определенный рост. На мой взгляд, что это еще не все. И фунт может продолжить расти. Желаю вам на этом фоне успешной торговли. Ну а с вами был Александр Наконечный. С понедельника к вам вернется Артем Деев. Всем пока. До свидания.